Добрый вечер, дорогие друзья! Становится хорошей традицией здесь, в Мариинском театре, встречаться для того, чтобы поздравить друг друга, наверное, самым светлым праздником, с Днём Учителя. И сегодня, когда я из Москвы вылетал к вам, к сожалению, день был очень плотный, насыщенный, начался очень рано, я думал, какие же всё-таки слова сказать, и, как всегда, мои помощники подготовили доклад, и, наверное, там абсолютно правильные слова и помыслы, но я, наверное, всё-таки решил сказать то, что мне пришло в голову, когда я уже подъезжал сюда. Я вспомнил фразу «учиться никогда не поздно». Я бы, наверное, её перефразировал, учиться нужно всегда. И очень важно, что на земле есть такая профессия учитель, которая даёт возможность человеку, начиная от младенчества и заканчивая, наверное, уже осенним возрастом, продолжать учиться. Вначале нас учат родители, затем нас учат в детском саду, и основам жизни, и основам поведения, и готовят нас к школе, а затем самый, наверное, такой радостный период в жизни, потому что все, кто учился в школе, всегда вспоминают школу, как такое большое светлое радостное пятно в жизни, когда мы, девчонки, мальчишки, не только общаемся, но ещё и получаем знания. Это всё интересно, это всё здорово, и для нас, учителя в школе, это небожители, это люди, которые обладают знаниями, умениями, опытом, которые нам абсолютно неизвестны, которые нам через них доступны. Затем каждый из нас выбирает свой жизненный путь. Кто-то идёт работать, кто-то идёт дальше учиться, мы уже становимся более взрослыми, нам кажется, мы уже более опытные люди, и всё равно мы, сталкиваясь с учителями, с преподавателями, понимаем, что в мире очень много неизведанного, даже ту специальность, которую мы выбрали, дает очень много сложностей, проблем, и нам нужно учиться, чтобы её познавать. Когда мы получили знания, начали работать, у нас появляются новые учителя, это наши наставники, и мы у них учимся оттачивать своё мастерство, свои знания, а затем мы начинаем учиться ещё, с вами. Очень важная вещь в жизни – это мудрость, и мы начинаем через своих учителей, которых мы уже выбираем с нами, как людей, на которых мы хотели бы быть похожи, на которых нам хотелось бы равняться, коим мы гордимся, учиться мудростям в нашей жизни, принимать от них жизненный опыт. А сами в душе всегда думаем, как бы нам бы хотелось быть учителями, теми людьми, кто может дать человеку частичку своих знаний, своего опыта, своего умения. И вспоминаем опять вас, тех учителей, которые профессионально это делают и умеют. И это, наверное, и есть жизнь. Для меня очень важно, что сегодня в Ленинградскую область приходят молодые учителя, не только молодые учителя, и молодые врачи, и молодые работники культуры, и молодые специалисты на село, и ребята на предприятиях. А это значит, что вы не только нашим юношам и девушкам даёте знания, вы иногда даёте ещё очень важное, важное для меня, как для губернатора, это любовь к Ленинградской области, к нашей малой родине. И те ребята, которые потом приходят к нам, они, наверное, как раз вспоминают эти уроки любви к родине и приходят, чтобы вместе с вами, вместе с нами здесь жить и творить на Ленинградской земле. За это вам огромный поклон, а всех моих коллег, а все это правительство и с огромным уважением. Спасибо вам за это. Аплодисменты Которые мы получаем в виде наших выпускников и средних и высших учебных заведений. Но правительство должно дать инструмент, инструмент учительству для того, чтобы вы могли на практике применять свои опыты и знания. Первое, это, конечно же, оказать материально-техническую поддержку. Мы одни из первых в России начали программу реновации старых школ. Вы знаете, что в этом году в президентском послании эта программа поддерживается и тиражируется уже во всей Российской Федерации. Мы действительно хотим в течение нескольких лет не оставить Ленинградской области школ, которые бы не соответствовали современным образовательным стандартам. У нас есть разрыв, когда качество учительства у нас соответствует современным стандартам, а материально-технической базой сама школа этим стандартам не соответствует. И вот то, что мы начали делать, а мы начали мы с малого, со 108 миллионов рублей, а в этом году уже более 750 миллионов рублей, а на следующий год должны подойти к миллиарду рублей и так далее, и так далее. Значит, чтобы каждая школа, она соответствовала качеству стандарта того образования, которое в школе дается. И это не только современные классы, лаборатории, компьютеры, учебники. Это и весь бы, чтобы и столовая, и спортивный зал, и в конце концов туалет соответствовал тому качеству образования, которое мы хотим видеть из Ленинградской области. Я не случайно вспомнил это, потому что в одной из школ Лужского района после реновации ко мне подошли ребятишки и сказали, что Эброштову больше всего нравится. Они говорят, у нас очень красивая столовая, очень красивые туалеты. Но это их оценка, потому что, наверное, у них даже не во всех семьях это есть, но мы должны к этому стремиться, мы должны, чтобы действительно слово «современная школа», она соответствовала всем этим стандартам. Я испытал в этом году огромную радость, когда мы открывали новую школу, это самая большая школа, которую мы строили когда-либо в Ленинградской области, это школа на 1600 мест в деревне Кудрово, хотя это трудно назвать деревней, Ленинградской области, школа, где спортивный стадион, хоккейная коробка, на шесть дорожек 25-мм плавательный бассейн, три спортивных зала. Мы с Лети подписали соглашение, там лаборатория робототехники, нанотехнологии, интернет, вещей и много-много другого. Это действительно тот стандарт, к которому мы должны идти. Это уже не школа, мы даже ее называем школа-технопарк. Это школа, которая фактически сегодня дает возможность вам, учителям, дать те инструменты, через которые все лучшее, что у вас наработано, лучшие практики вы можете применить на деле. Мы в этом году четыре построили новую школу, а вообще мы хотим строить в год не меньше пяти школ. Школа наша задача первая, это уйти от двухсменного образования. Все-таки школы должны работать в одну смену. У нас есть районы, в том числе в Севовский район, где эта проблема есть. Ну а самое главное, строя современные школы, мы все-таки действительно решаем проблемы современного образования. Мы не случайно подписались с Газпромом, вот буквально, вы знаете, три недели назад мы продлили программу на несколько лет вместе с Газпромом, программу строительства школьных стадионов. Многие, те, кто уже видел эти стадионы, которые мы строим при школе, надо согласиться, что это очень важно обеспечить еще и возможность не просто написать в расписании дополнительный урок физкультуры, а дать возможность заниматься физкультурой в нормальных современных условиях. И мы обязательно при каждой школе Ленинградской области сделаем современный спортивный стадион. Это и программа «Школьный автобус», которую мы продолжаем. Это дистанционное обучение. Это наше непростое решение с Емельяном и Тарасовым не закрывать малокомплектные школы, хотя вы прекрасно понимаете, ни в какие социальные стандарты по оплате за содержание детей в этой школе мы не вписываемся. Но это наше будущее. Мы прекрасно понимаем, что мы все-таки верим в то, что Ленинградская область будет прирастать. И мы видим, мы каждый год растем по численности населения. И в этом году мы достигнем почти 1 миллиона 800 тысяч человек. Это значит, что мы должны сохранить те школы, которые потом нам потребуются. Самое главное – сохранить костяк учительства, которые работают в этих школах. Я вспоминаю начало 90-х, когда бездумно мы раздали детские сады под различные цели. Где-то благородные социальные учреждения, где-то коммерческие плодоразмещения банков. А сейчас мы принимаем героические усилия для того, чтобы строить новые детские сады. Но мы это тоже будем делать, и программа у нас рассчитана на ближайшие 5 лет. И мы полностью обеспечим в течение 5 лет местами в детских садах всех желающих, не только с 3-х, но и с 1,5 лет. И многие-многие другие программы, в том числе программа по этапному повышению заработной платы в соответствии с указом президента, мы четко понимаем в Лидератской области, что у нас нет сомнений в выполнении указных посланий президента по заработной плате. И мы четко это будем выполнять. Я вас поздравляю с профессиональным праздником, я вами горжусь. Счастья, любви вам, удачи, все самое лучшее.